Здравствуйте и позвольте разжечь. Сегодня мы беседуем с членом Национально-демократической партии Российской Федерации Константином Крыловым, на которого было заведено уголовное дело по 282 статье. Здравствуйте, Константин. День добрый. За что же вас так по 282 статье экстремистам-то решили признать? За преступление страшное, боюсь, вымолвить. Было оно таково. Выступал я на митинге в рамках кампании «Хватит кормить Кавказ». И вот там на митинге сказал я, что кавказские наши республики ничего не производят. Ну, например, вот где-то вот не видел я, например, чеченскую электронику в магазинах, не видел я, допустим, скажем так, адыгейских телекамер и прочей вот такой вот высокотехнологической продукции. А вот вкладываем мы в эти республики, а какие-то огромные деньги, такое впечатление, что там чуть ли не силиконовая долина стоит. Ну вот. Дальше я поинтересовался, может, они что-нибудь еще производят, может быть, там курорты хорошие. Спросил у людей, давно ли они отдыхали на берегах Терека. И никто не сказал, что вот он недавно отдыхал на гостеприимных берегах Терека. Может быть, вам просто не везло, а другие отдыхают? Может быть, вот не повезло, но там было много народу, я прямо вот спросил у толпы, ну хоть кто-нибудь. И никто не сказал, а кто-то вот рядом даже добавил, что там без бронежилета отдыхать сложно, а в бронежилете загар не тот. И вот, значит, так вот перебрали мы все, что, собственно говоря, связано с Кавказом, и сказал я, что вот когда кто-то ничего не производит, но при этом очень много ест, в этом что-то неправильное есть. И сказал я фразу, пора кончать с этой странной экономической системой. Вот за эту-то фразу меня и судят. Потому что был отдан текст моего выступления на экспертизу экспертом. Эксперты, руководствуясь неведомыми мне соображениями, я внимательно прочитал экспертизу, я сам, в общем, у меня есть гуманитарное образование, я философ, ну вот, и могу, по крайней мере, сказать, что никакой методологии, как они там, собственно, из чего извлекали, там было не приведено. Но, тем не менее, там было сказано, что поскольку речь шла о Кавказе, то фраза, пора кончать с этой странной экономической системы, можно истолковать в том смысле, что она призывает к насильственным действиям против кавказцев. И что теперь вы ожидаете от нашей правоохранительной системы, от нашего суда? Суда и приговоры. Вопрос только в том, к чему и насколько приговорят, поскольку оправдательных приговоров в нашей системе, как известно, практически не бывает, менее одного процента, по 282, впрочем, этот процент побольше, как говорят, около пяти. Но поскольку дело откровенно политическое и судят меня не за то, конечно, что я сказал про экономическую систему, а за то, что я Константин Крылов, то есть, так сказать, за все деяния в совокупности, лонрис каузы, то, соответственно, скорее всего, что-нибудь мне дадут. Вот. Зачем это? Ну, тут более или менее понятно. Дело в том, что у нас любой судимый человек сильно поражен в правах, в том числе в праве заниматься политикой. Это чрезвычайно удобный инструмент для вычеркивания неугодных из легального политического упора. То есть, вас просто хотят выбить, лично вас, Константин Крылова? Ну да. Константин Крылов довольно долго, что называется, раздражал наши власти тем, что он говорил, делал и так далее. В конце концов, они решили решить эту самую проблему, но вот они ее таким способом и решают. И не только, надо сказать, со мной. Сейчас сидят, я-то еще, слава богу, просто под подпиской о невыезде, сидят, например, наши товарищи в Предвариловке, по разного рода обвинениям, иногда абсолютно абсурдам, ну, например, как у Даниила Константинова, которого обвинили уже не по 282-й по уголовной статье, обвиняют его чуть ли не в убийстве, основываясь на показаниях одного свидетеля, явного наркомана, кстати, ну вот, при этом его просто вот там держат, держат, продлевают срок и так далее. Зачем это делается, что называется, ежу понятно. Человека просто прессуют. Или, например, так называемые жертвы 6-го числа. Я имею в виду людей, схваченных якобы за сопротивление полиции во время последнего марша несогласных. У нас там наш соратник Ярослав Белоусов подпал под этот каток. По-моему, чисто случайно. Ну, вот просто парень высотий, красивый, ну, вот совершеннейший, честно говоря, ботаник, который там не то что полицейского ударит, там, или еще что-то, но, по-моему, наверное, ни разу в жизни на какое насилие там не совершал. Студент. Ну вот, держит в тюрьме. Опять-таки, обвинение бредовое. Я даже скажу, что там уже даже охрана смеется. Но, тем не менее, держали и будем держать. Потому что мы... У меня к вам вот какой вопрос. С одной стороны, власть сейчас истошно пиарит нашего кремлевского орнитозника. Он еще теперь и осьминогов щупает. С другой стороны, власть готова, силовики готовы закатать в асфальт так называемую всю несогласную сволочь. Как вы считаете, это наша власть, путинизм, насколько у него запас прочности? Или он уже шатается? Если бы не шатался, то, наверное, бы они так себя не вели. Вспомните, пожалуйста, вот сейчас у Путина возраст, как у Брежнева, в 76-м, что ли, году. Ну, надо посмотреть. Вот как себя вел Леонид Ильич в этом самом возрасте. Припоминаете ли вы, чтобы Леонид Ильич, во время пребывания на какой-нибудь там земле, взлетал бы в воздух, щупал бы осьминогов и, кстати говоря, даже если уж на то пошло, устраивал бы какие-то особенно зверские посадки диссидента. Нет, но Путин помоложе все-таки. Брежнева было 76, когда он умер, если я не ошибаюсь. Так я же говорю, 70-е. Вот возьмем именно 70-е годы. А, ну это 66-е годы. Да, да, да. Вот возьмем 70-е годы. Так вот, я очень хорошо помню, что жизнь тогда была скучной. Это правда. Постоянно по телевизору передавали о том, как комбайны, значит, убирают хлеб. Но ни, извините меня, этих самых журавлиных полетов, ни осьминогов, ни прочего безобразия не было. А почему? Потому что, извините меня, Леонид Ильич Брежнев чувствовал, что ему ничего не угрожает. Его власть очень-очень прочна. Под ней стоит, так сказать, могучая пирамида, и он на ее вершине. И ему это было не надо. Чувствует ли себя Путин так спокойно? Вот не похож он на человека, который чувствует себя спокойно. Скорее он чувствует себя, вот это видно по его поведению, как человек, которому угрожают какие-то опасности. Он их чрезвычайно боится. То он хочет от них улететь, то нырнуть, то, соответственно, кого-нибудь посадить. Причем вот именно, что называется вот так вот. Посадите кого-нибудь, кого-нибудь посадите. Ну вот этих, этих вот, вот этих. Но там же есть разного рода чума, разных цветов, оранжевая, коричневая. И опять-таки, вот не припоминаю я во времена того же самого дорогого Леонида Ильича, ну тогда была буржуазная опасность, но она была где-то там далеко, и никто ее толком не видел. Шла вяло текущая борьба с нетрудовыми элементами. Ну, собственно говоря, это было и все. Так вот, а вот тут вот столько опасностей. То есть это оранжевая чума, то белоленточные гниды, то эти презервативы, то кто там еще, болотные твари. То есть какой-то просто чудовищный паноптик, как у босха. Вот видно, что у человека в голове какой-то босх. Ну, представьтесь, с одной стороны на вас болотные твари ползут, с другой стороны извивающиеся белоленточные черви, которые, видимо, собираются атаковать, я уж не знаю, какое место. Ну вот, с третьей стороны, значит, оранжевое такое страшное пламя с черным дымом. Ужас! Человек живет в каком-то кромешном ужасе. И, к сожалению, мы вынуждены тоже жить в нем, потому что этот человек на наше несчастье... Экстраполирует. Да, 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 да. Ну вот, заставляет нас, поскольку имеет на то властные полномочия, всех остальных жить так, как будто они вот в этом ужасе и находятся. Ой, и еще страшный химкинский лес. Вот он прям зашагает. Короче говоря, он выглядит как человек очень неуверенный, как человек, который действительно думает, что ему угрожают многочисленные опасности, который ведет себя, ну, скажем так, так, как будто вот на него сегодня будет покушение. Да вспомните его инаугурацию позорную, когда вот это вот машины, которые едут по пустому городу. Вообще-то говоря, такого рода поездка, она нужна для чего? Во всем мире это используется для встречи с ликующими толпами. Ну вот тут, в данном случае, они же могли согнать каких-нибудь бюджетников. Нет ведь чего-то побоялись. Гастарбайтеров? Да, да, да. Тогда бы он был президентом Таджикистана. Ну то же все-таки лучше, чем быть президентом пустого пространства. Так вот, ну ведь нет же, даже гастарбайтеров, и то побоялись согнать. Нет вот именно вот по этой самой пустоте он ехал, зрелище это было совершенно инфернальное. То есть, я честно говоря, когда на это дело смотрел, думал, что же у него в голове. А каков запас прочности, как вы думаете, в этом режиме? Ну смотрите, прежде всего, я практически уверен, что вот этих вот двух сумасшедших сроков он не досидит. Начну с этого. То есть, когда говорят, Путин это на 12 лет, я вообще-то слышал мнение, что и на дольше, потому что он там активно омолаживается, использует какие-то там стволовые клетки и прочие вещи. Они, кстати говоря, все одержимы этим самым желанием омолодиться. Так вот, что Путин это вообще на 100 лет, там на 200, я, честно говоря, не думаю. Я думаю, что двух сроков он не досидит. Вопрос скорее в том, досидит ли он первый срок. По большому счету вопрос только в этом. Собственно, вот этой вот линией я обозначил бы период полураспада режима. Знаете, вот есть понятие период полураспада, когда половина радиоактивного вещества распадается. Так вот, я думаю, что примерно к концу этого самого срока режим на 50%, что называется, просядет. А дальше уже предсказывать невозможно. Вполне возможно, что этот же срок, собственно, окажется роковым. Может быть, он протянет еще сколько-нибудь. Но думаю, что период именно такой. Нам теперь остается его пережить, потому что, честно говоря, то, что они сейчас устраивают, переживать будет сложно. Сергей Удальцов, координатор Левого фронта, заявил в интервью одному из телеканалов о том, что уже готовы списки лидеров разных движений, и что до 15-го числа все эти фигуранты будут помещены в тюрьму, что они будут арестованы. У вас есть подтверждение, либо опровержение этих? Я слышал нечто подобное, и даже видел, скажем так, да, впрочем, это и публиковалось, некие варианты этих списков. Честно говоря, тут это может быть все что угодно, начиная от банального запугивания со стороны властей. А ну-ка, ребята, давайте-ка все быстро в эмиграцию, бегите, 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 пока мы вас не арестовали. А может быть, действительно, что-то такое и готовится. И то, и другое равновероятно. Скорее всего, впрочем, на самом деле, имеется смешанный вариант. То есть, насчет списков я сомневаюсь, потому что у этих товарищей есть привычка принимать все решения в последнюю минуту, да еще их потом сильно менять уже просто по ходу дела. Вот что-то такое и делается. Вот в последний момент там 4 фамилии вычеркнули, 8 вписали, это пожалуйста. Поэтому думать о том, что вот у них уже там все готово, и на каждого уже отдельная камера, это слишком роскошно. Но вполне возможно, они действительно собираются кого-то арестовывать, продолжать зачистки, прополки и так далее. Вот тут вот никаких сомнений нет. 37-й год будет? Ну а он есть, собственно. А мы что сейчас наблюдаем? 37-й год с поправкой на, скажем так, относительно возросшую гуманность, то есть сейчас там расстреливать людей в подвале или там их жестоко пытать, хотя, кстати говоря, и это есть, я имею в виду пытки. Ну вот, это все-таки немножко не камильфо, мировое сообщество и все такое. Но если посмотреть на технологии, то это абсолютно узнаваемый 37-й год. То есть, что такое был, собственно, 37-й, в отличие от других годов террора? Это когда удар был обрушен на более или менее популярных людей. Тогда это были, например, члены старой гвардии большевиков, просто популярные люди, которые каким-то образом приобрели известность. Ну, например, там просто засветились в газете. Ну вот популярные военные и так далее, и тому подобное. Средний слой, который мог представлять себе некую альтернативу сталинскому режиму. Условно говоря, почему, собственно, так 37-й запомнился? Убирали не просто там серую массу, о которой даже сама серая масса типа не жалеет. Убирали людей более или менее заметных. Звездочка горит, вот мы ее. Вот сейчас происходит ровно то же самое. Все, даже мелкие эти самые горящие звездочки. Чук-чук-чук. То есть по технологии это 37-й. Повторяю с поправкой на то, что вот в подвале не расстреливают там, и вместо там сдирания кожи используют там какую-нибудь бутылку из-под шампанского или просто обычный, или просто бьют. Но 15 сентября вы пойдете на марш миллионов? Да, я пойду на марш миллионов. Собственно говоря, не вижу повода на него не ходить. Я был на всех предыдущих мероприятиях. На некоторых из них выступал, на некоторых нет. Но, тем не менее, я считаю, что гражданский протест должен продолжаться. Есть против чего протестовать. Более того, к сожалению, все больше становится того, против чего протестовать. Но вот есть повод это высказать. Если мне дадут слово, ну не уж не знаю, дадут ли, я, скорее всего, скажу про полет заключенных. Я считаю, что сейчас это одна из наиболее вопиющих проблем, что люди, причем разных совершенно убеждений, от левых до правых, незаконно, неподсудно, потому что, извините меня, судом и законностью все это назвать нельзя, просто по административному произволу содержатся в местах лишения свободы. И им, что называется, шьют дела. С этим надо что-то делать. Благодарю вас, Константин, за интересную беседу. Мы беседовали с членом Национально-демократической партии Российской Федерации Константином Крыловым. Смотрите «Притвестник».